А линейки? Линейки же школу тоже лежат. Линейки, ручки, тетрадки и всё, что нужно к школе. Корзины с покупками тяжелеют на глазах. Подготовка к учёбе – занятия не из лёгких и не из дешёвых. Сегодня десяти ученикам, детям из малообеспеченных семей, помогает собраться в школу Алексей Швет, игрок баскетбольного клуба «Химки». Сейчас первый номер в команде, а один из самых востребованных снайперов Евролиги. Рядом с именитым спортсменом дети совсем не стесняются, рассказывают о своих увлечениях и предстоящих школьных буднях. В школе любили собачьи, кого угодно, даже динозавров. Боюсь, а я люблю динозавров тоже, знаешь. До первого сентября, считанные дни, дети настраиваются на учебный год, вспоминают школу и любимые уроки. Какие у тебя предметы любимые в школе? Математика, русский и литература. А почему тебе они нравятся? Ну, математика, мне просто там нравится пример решать, а на русском мне просто нравится, когда мы выписываем в тетрадь. В какой класс пойдешь? Во второй. Во второй? Да. Как тебе нравится учиться в школе? Ну, так себе нормально. Кто-то снова вернется за парты, кто-то впервые войдет в школьные классы. Алексей с радостью подсказывает, что еще нужно для учебы. Помочь ребятам признается личная инициатива и, надеется, ее подхватят. Было очень приятно наблюдать за детьми, которые радовались и бегали по магазину. Так что сегодня получил огромное удовольствие. Надеюсь, что люди увидят и будут тоже стараться делать хорошие вещи. Баскетбольные, другие команды подключатся к нам и вместе мы попробуем сделать что-то хорошее. Сегодня уже сделано немало. Дети выходят из магазина не только со всем необходимым для школы, но и с подарками, игрушечными автомобилями и куклами. Теперь для хорошей учебы у них есть все и даже немного больше. Алена Беляева, Дмитрий Бочаров, Служба новостей.